Как это происходит? Вчера ещё мост рухнул в Смоленской области, в Вязьме, и есть даже погибшая и раненая. Казалось бы, происходит впечатление, что как-то всё постепенно немного рушится. Вот я предлагаю кадры смотреть. Вот сейчас произойдёт обрушение, как это было. Да, значит, у нас на связи экономиста Гореливсис, который накануне написал, что дальше таких сообщений будет только больше у себя в Телеграм-канале. Игорь Владимирович, доброе утро. Это нормально, что я не слышу Игоря Владимировича? Так, я не знаю. Всё, отлично, всё-всё-всё, это было ненормально. Игорь Владимирович, да, здрасте. Почему вы думаете, что таких вещей, как вот наводнение, обрушение моста неожиданное над трассой Москва-Минск, таких сообщений, таких вещей будет ещё больше? Ну, бог с ним с наводнением, наводнение вещь, в общем, такая природная, это более-менее нормально. Вопрос только в том, что происходит в результате наводнения. Давайте разбираться. А тут выясняется очень много любопытных тем. Во-первых, каково состояние инфраструктуры страны, вот этих всех сооружений, без которых жить в стране нельзя. Мосты, каналы, дамбы и всё прочее. И картина, видимо, даже хуже, чем я ожидал. Я ответил, почему это прогнозировал ещё и год назад и раньше, почему? Потому что я просто смотрел статистику износа всех сооружений, которые обеспечивают жизнь в России. Она достаточно пугающая, потому что всё это довольно старое. И хотя какие-то были обновления, какие-то вещи ремонтировали, но ремонтировали небольшую долю. А в основном-то всё очень изношено. А раз она изношена, то она начинает портиться, рваться, ломаться и обрушиваться на голову людям. Это всё было легко предсказать. Собственно говоря, об этом писало государство. Только не всё государство, а есть вот структура МЧС, которые ежегодно пишут доклады о том, что произошло с катастрофическим в России, что будет в будущем. Они честные, каждый год пишут, что вот Россия будет столько-то, вероятно, аварий техногенных, столько-то пожаров и тому подобное, в силу того-то, надо бы с этим что-то сделать. Но это, естественно, никто не читает, никто ничего не делает, всё это ложится на полку, а износ страны нарастает. По сути дела, если как бы обобщить картину, то она такова, что Россия пришла сейчас к ситуации, когда ей надо срочно закрыться на ремонт. Вот как ни смешно, но такая странная формулировка, она правильная. То есть Россия унаследовала очень много и промышленной, и всякой инфраструктуры от ещё XX века. Всё это здорово изношено, а на этом висит вся страна. И надо бы сейчас, что называется, страну закрыть на ремонт, починить, отремонтировать, восстановить, заменить, и на этом уже основании жить XXI век. Мне кажется, что очень многие зрители, когда вы сказали, надо страну закрыть на ремонт, починить, и всё такое, и с новыми силами пойти воевать. Потому что, мне кажется, что если Путина сейчас ничего не сдерживает, то тогда уж вообще не будет никаких тормозов абсолютно. Но если мы не отремонтируем Россию, то вот всё, что вас ждёт в светлой перспективе, граждане России, это вот эта непрерывная цепочка аварий. Потому что всё очень изношенное. И ситуация, видимо, даже хуже, чем я полагал. Потому что всё-таки там я полагал, что какая-то часть сооружений более-менее новая, и они, в общем, прослужат какое-то время. Но это был, конечно, беспочвенный оптимизм. Как я понимаю, он исходил из того, что новые сооружения в России построены, ну, примерно с такой же надёжностью, как были построены когда-то предприятия и сооружения, и инфраструктурные объекты в Советском Союзе. Но глядя на дамбу Ворске, я понимаю, что вот эта тотальная коррумпированность, превращение России в страну РОС, распил, откат, занос, привело к тому, что даже новые объекты были возведены с такими масштабами хищений, судя по всему, и украдено столько денег, что эти объекты, даже будучи относительно не старыми, ненадёжны. Потому что, вот смотрите, это дамба Ворске. Ведь уже выявили, что уже был процесс по этой дамбе, уже была экспертиза, которая сказала, что черт знает как построена, что сложена дамба из того, что должно быть, она опасная. Но суд не принял эту экспертизу, послал на повторную, повторно сказал, что всё хорошо. Откат, занос, распил и вперёд на врага, да. Мы не можем этого доказать, я не юрист, я не суд, но, судя по всему, очень на это похоже, потому что она земляная. Когда был виден момент её гибели, распада, да, то было видно, что это чисто земля сыпется. Там никаких скальных элементов не было, там ничего не было, там сыпала земля. Значит, они насыпали землю, трамбовали, сказали, ну поживите так. А под этим же дальше находятся дома, на этом находятся сооружения. И второй вопрос, который возникает, а как это оказалось, что в зоне подтопления построено столько домов, и этих людей не переселили? Потому что это зона, которая всегда будет затапливаться при наводнениях, но этого не сделали. Ну вот, это тоже разбираться. Но, ещё раз, когда страна сгнившая из-за коррупции тотально, то что же вы удивляете, что такие события происходят, а я их предсказываю. Это не надо быть большим интеллектуалом, чтобы это предсказать, это просто очевидно. Там же, как известно, мыши прогрызли эту дамбу, вот и сыпалась земля. Да, поэтому всё же очевидно и понятно. Но мне больше всего в этой истории понравилось, что даже видавшие виды и, так сказать, закалённые ведущие первого канала, даже они, в общем, не смогли сдержать эмоции при таком заявлении. Ну, конечно, мыши. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, фактор войны играет ли роль в подобного рода вещах? Или как бы она существует отдельно, а вот это происходило бы и без войны, все эти истории? Ну, давайте ещё раз пойдём попробуем взглянуть с птичьего полёта и увидеть какую-то общую логику. И мы её увидим с вами. На самом деле, вся основная проблема, вся основная драма того, что происходит сейчас в России, может быть, выражена очень простой фразой. Удастся ли Путину держаться в рамках СВО или СВО перерастёт в войну? Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Значит, изначально то, что делалось на Украине и было сделано, продолжается на Украине, было задумано как СВО. Это был правильный термин. Это была некая такая локальная, региональная, окраинная военная операция, какие Россия проводила всегда за всю свою историю, когда захватывала новую территорию. Так было с Центральной Азией, так было с Кавказом. По 50 лет Россия где-то там на окраинах воевала, на жизнь центральной части, большей части страны и большей части империи это никак не влияло. Когда Россия попадала в большую войну, то вот тут она, конечно, не такая была мощная, ей было тяжело и она с огромным трудом выходила из войны. А окраинные войны можно было вести долго. И весь расчет Путина был, как мне кажется, то, что так и останется окраинной такой военной операции, можно вести годами. Жизнь империи это никак не трогает и, в общем, поэтому никто на это не обращает внимания. Ну, так было, в общем, с Афганистаном. Но вот похоже, что вот это не получается. И СВО перерастает в тотальную войну, в которую втягивается вся Россия. И то, что касается вот этих атак на НПЗ и прочих вещей, это означает, что на самом деле военные события распространяются на основную часть империи, затрагивает основную часть экономики. И это будет означать, что все большая доля всех доходов, расходов государства будет связана именно только с этой тотальной войной, а на все остальное стране денег будет не хватать катастрофически. Поэтому мы видим, что отнимаются деньги у регионов, регионы изношены, а деньги отнимаются. Сейчас отняли деньги. Вот если посмотреть отчеты Минфина, он там очень бодро рассказывает, как у него выросли доходы, но там, между прочим, мелькает такая фраза, что они просто забрали еще неиспользованные деньги у региональных бюджетов и вернули в федеральный бюджет. Получили довольно существенную прибавку. А проблемы-то будут не в Кремле, а проблемы будут в регионах. Поэтому это перераспределение денег в пользу СВО, перерастающее в войну, будет обездоливать, обескровливать, обезденеживать регионы, и, соответственно, там этих аварий будет все больше и больше. Ну, на этом фоне, когда смотришь на какие-нибудь гиперпроекты, типа там РАУ-ВСМ, вот этот у них, или я сегодня смотрел, сегодня должны Ангару запустить супертяжелую ракету, и она там потом будет строить орбитальную станцию, российскую орбитальную станцию РОС тоже. Как там, занос, распил, распил. Откат, занос. Да, но только последний, не АЭС у них там. Вот, и ты смотришь на все это и думаешь, как такое может быть, как такое может сосуществовать, что, значит, инфраструктура вся рвется, а гиперпроекты какие-то существуют, и на них расходуется гигантское количество денег. Впрочем, ну, мне кажется, я немножко застал Советский Союз, так в нормальном возрасте еще, и мне кажется, в Советском Союзе это как раз сосуществовало вполне себе. Еще раз, распил, откат, занос. Применяя эту формулу, очень многое в России станет понятно. Все эти мегапроекты имеют свои цели обеспечить правильным людям возможность хорошо и правильно распилить деньги из бюджета. Ничего другого за этим нет. Никаких амбиций особых нет. Более того, я напоминаю, что великий идеолог нынешнего режима, господин Дугин, прямо приказал запретить освоение космоса, сказав, что это дело богомерзкое, этим заниматься никаким образом нельзя. Почитайте, у него на этот счет довольно много жестких высказываний. Но есть люди, которые за этим стоят, которые эти проекты запустили. От этих проектов они что-то себе, видимо, поимели. Мы можем это только догадываться, но догадываться можем весьма обоснованно. Поэтому эти проекты идут. Сколько лет уже идет разговор о ТВС Роскоростной магистрали, даже уже скучно вспоминать, сколько десятилетий об этом идет разговор. Место было выделено. Все экономисты посчитали, что это абсолютно бездарный экономический проект, который не окупится никаким образом. Значит, лучше бы расширить сеть нормальных высококачественных дорог или приложить, наконец, единую дорогу до Дальнего Востока автомобильный, чтобы можно было доехать через всю страну с нормальным уровнем дорог. Но этого нету, потому что распиливает тех, кто раньше подошел с проектом высокоскоростной дороги. Ну, это все очень известные истории, очень понятные. Всегда найдутся те, кому это захочется получить. Поэтому будут идти такие проекты. Не сравнивайте с СССР. Это еще другая история. СССР – это была империя, которая хотела показать превосходство своей имперской модели над империями других. У России этого нет. У России это больше такое, знаете, корыстное желание попользоваться деньгами бюджета, пока они еще есть. Другое дело, что денег-то становится меньше. И поэтому эти проекты, которые так красиво возносятся, дальше затормозятся, денег не будет. Приведет ли? Ну, то есть, я всегда спрашиваю, когда у экономистов, они примерно одно и то же отвечают. Я здесь рискую на это снова нарваться. Но, тем не менее, все равно не могу не спросить. Всегда спрашиваю. Ну, вот это истощение приведет ли к тому, что как-то и с войной, значит, будут более-менее сворачиваться из-за того, что заканчиваются деньги? Я не буду говорить ответ, который я потом скажу. В прямую нет. Но просто вот это расшатывание экономики, оно может привести к смене режима. Это то, что было с СССР. Ну, вошла и шла себе афганская война. В общем, это мало кого в большинстве случаев в России и в СССР интересовало. Потому что, ну, в общем, это была такая локальная авантюра, где-то там далеко. И, в общем, это как-то на общую жизнь страны не влияло. Но при этом страна расшатывалась, страна обеднелась, страна в итоге стала банкротом. Напоминаю, Советский Союз завершился в ситуации, как страна реально банкрот. В итоге произошла смена властей. И тогда, как вы помните, были выведены войска из Афганистана. Поэтому цепочка событий, видимо, будет точно такая же. Расшатывание экономики, рост недовольства, сопротивление населения, конфликты, нарастающее ощущение, что страна зашла в тупик. Элита будет менять структуру, чтобы выжить в целом. И вот только тогда кто-то будет меняться с войной на Украине. Ну, справедливости ради, войска из Афганистана были выведены в феврале 89-го года. То есть, до еще смены. Ну, там, да, там эти события... Нет, нет, давайте. Я смену считаю с Горбачевым. А, то есть, это вы считаете сменой власти. Окей, хорошо. Тогда все сходится. А знаете, как обычно отвечают? Отвечают и говорят, нет, сынок, это не ты будешь больше... В смысле, это ты будешь меньше есть, а не я буду меньше пить. Вот. Но, в общем, в этом ответе тоже он, как мне кажется, содержится в некотором смысле. До какой-то степени. То есть, война будет продолжаться, все будут меньше есть и дальше как-то. Могут быть изменения. Вы знаете, вы в этом смысле оптимистичны. Потому что довольно часто, ну, вот сейчас в последнее время, там, спустя два с лишним года большой войны, люди, и экономисты, и политологи, тоже все больше и больше пессимистичных прогнозов высказывают на то, что это слишком надолго, и то, что у Путина гигантские ресурсы и так далее. Разве не гигантские ресурсы у него? Еще раз. Если это останется в рамках некой сферы боевых действий на территории Украины, Россия может воевать долго. Но она выползает, эта война, за границы военных территорий. У вас теперь под ударом вся практически зона Белгородской области, Курской области. Между прочим, напоминаю, что это крупнейшие аграрные регионы России, которые обеспечат продовольственную безопасность России. Все привыкли, что продукты в магазинах есть. Вопрос только в том, что если начинается перенесение боевых действий на территории важнейших аграрных регионов, то начинается проблема с продовольствием. Это все то, что висит в воздухе, все, что начинает угрожать стабильности жизни страны в целом. Вот если этот процесс перерастания, СВО, войну будет происходить дальше, то совершенно другая картина будет. Потому что это будет затрагивать жизни не отдельных семей, членов которых воюют на территории Украины, а это будет затрагивать уже практически всех. Собственно говоря, мы сейчас находимся на пороге двух реальных мест. Это то, что может произойти на рынке топлива. Обратите внимание, Россия уже истерически договаривается с Казахстаном, чтобы Казахстан подбросил резерв бензина. А это значит, что Россия будет тратить деньги на импорт бензина из Казахстана. Из того же самого бюджета надо будет импортировать, платить деньги за импорт бензина из Казахстана. Таких расходов не было заложено в утвержденный бюджет, а иначе возникнет дефицит и не будут очереди, не будет доставки продуктов в магазин. Значит, придется из Казахстана импортировать бензин. Кто бы вам когда-нибудь рассказал такую историю, что Россия будет импортировать бензин из Казахстана, вы бы сказали, нездоровая фантазия у тебя бывает, Байлов. А вы теперь наблюдаете это в истории реальной, да? То есть, СВО превращается потихоньку в войну, захватывает продовольственный рынок, захватывает рынок топлива. Это уже общенациональные проблемы. Вот эти 100 тысяч тонн, о которых говорят, что якобы Россия попросила Казахстан, затарить где-то там потихоньку, может быть, пригодится. Насколько это много или мало? Я думаю, что это не очень много. Я не такой большой эксперт, чтобы точно знать объем рынка. Это небольшое, но это, я думаю, что, скорее всего, подстраховка. Либо если возникнут проблемы с снабжением армии, либо если возникнут проблемы с сельским хозяйством. Потому что, еще раз, впереди посевная страда, посевная компания. И если она будет сорвана, потому что нет топлива, или, не дай бог, украинцы начнут сжечь комбайны и трактора на полях. Сейчас, наверное, трактора прежде всего. Трактора, сейлки, если начнут сжечь дронами эту технику, то у России возникнут проблемы с продовольствием. И тогда придется Казахстан еще просить продовольствия. И тратить на это опять деньги. То есть, вот процесс-то он такой, не вполне управляемый из Кремля. Они-то думали, что он управляемый, а он перерастает в неуправляемое бедствие, которое захватывает все больше и больше. Поэтому это как бы стратегический запас, либо для армии, либо для сельского хозяйства. Что касается населения, то я не знаю. Крутихин считает, что население будет вторым в очереди, что сначала дадут армию, потом население. Но я не очень с ним согласен. Я думаю, что сначала дадут армию, потом сельскому хозяйству. Третью очередь дадут коммерческому транспорту, чтобы можно было завести продукты в магазины. А уж частный автомобилист, он останется замыкающим. Ну, это моя концепция. Я не утверждаю, что я главный эксперт. Но это мое представление. Ну, это смотря кого в первую очередь включать. Просто вы их в разные очереди поставили. А Михаил Иванович, мне кажется, в одну всех засунул. Нет, главное, что в оба сходятся в одном. Население будет последним. Каким там. И еще, мне кажется, мало обращают внимания на то, что к Астане-то Россия обратилась не первой. А сначала попросили у Беларуси и нарастили импорт с нуля до трех тысяч. Но это вроде бы немного, даже по сравнению с теми же ста тысячами, о которых мы только что говорили. Но тем не менее, тем не менее, вот у Беларуси теперь мы покупаем бензин. Тот самый, фактически, который произведен из российской же нефти. Да. Ну, там белорусы, мне всегда гордо говорят, что у них есть какая-то своя добыча. Они где-то там качают. Ну, очень понятно, что основная масса, конечно, приходит из России, перерабатывается, возвращается в Россию. Но это, я думаю, скорее всего пойдет в зону боевых действий. А вот то, что из Казахстана, это, скорее всего, пойдет на какие-то гражданские потребности, чтобы не было обвала в сельском хозяйстве. Потому что, если это произойдет, обвал, не будет топлива на сельскохозяйственную работу, то осенью в России будут проблемы с продуктами питания. Спасибо большое. Благодарим экономиста Игоря Липсиса и Игоря Владимировича. Спасибо, что проясняете нам ситуацию. Ну и удивительно оптимистичный Игорь Владимирович. Хотя, с другой стороны, может быть, в этом нет и никакого оптимизма.